Да работает ты, долбанная буржуяка, ну фурыч ты! Ай, сломалась. Здравствуйте, ребята, с вами я, отец-одиночка Нюкем, а это мои приёмные дети, которым теперь приходится жить в подвале. Да, сейчас я покажу вам всё, что осталось от нашего дома. Сейчас закрою. Вот, что осталось. Ничего не осталось, блин. Обновление для нашей игры Epic Mine уже доступно в Google Play. В игре появились опасные монстры, большое количество разнообразных квестов, а за выполнение одного из них вы сможете построить настоящий автодобытчик, который будет добывать вам полезные ресурсы. А в это время вы сможете отправиться на турнир шахтёров и показать всем, кто тут босс. Ссылка на Epic Mine есть в описании под видео. Обязательно скачайте и убедитесь во всём сами. Мы вынуждены уютиться в том месте, которое раньше было детским штабиком под домом. И всё очень плохо. Печка сломалась. Все постоянно жалуются. Чё, ещё и кашляете теперь? Блин, Петя, и ты тоже заболел? Ё-моё. Блин, мы, конечно, утепляли-утепляли. Утепляли-утепляли. Буржуйку поставили там. Насыпали сверху. Двойные двери поставили. Ну всё равно. Ну чё, такой дубак стоит. Жесть. Мыться негде. Так, ладно. Пойдёмте. Нет, всё. Тут уже капец. Надо будет заново её прогревать. Заново топить. Ё-моё, в машине будете греться пока что. Нет, походу... Походу это всё. Пойдёмте, пойдёмте. Ё-моё. Ну вот надо было так именно на зиму. Капец. Вот всё, что осталось с Жигулей. Сейчас, подождите, печку включу. Бензина тоже мало уже. Всё, включил. Садитесь, грейтесь. Ладно, ребята. Блин, всё, уже у меня нервы не к чёрту. Психую постоянно. Одни болеют. Другие уже по школе не успевают. Я это откладывал, но... Кажется, пора признаться. Ой. Дети. Мне надо с вами серьёзно поговорить. А ещё и двойку получила. Но неудивительно. В общем, я должен осознаться. Отец из меня вышел. Никудышный. Дом не уберёг. Вы все заболели. Сделать я ничего, походу, не могу. Да. Простите, пожалуйста, меня. Я правда пытался. Ну, я правда пытался. Старался как мог, но, походу, никакой я к чёрту не отец. Просто какое-то подобие. Спасибо вам большое. Вы были отличными детьми. Ну, кажется, это всё, ребята. Походу, нам... Ну, другого выхода нет, ребята. Ну, я не могу вас на улице оставить. Ну, вы умрёте, блин. От воспаления лёгких. Я не знаю. Там, от туберкулёза. Я же не могу так с вами поступить. Ребят, ну, другого выхода нету. В общем, походу, вас надо сдавать в детдом. Обратно. Ну, простите, пожалуйста, ребята. Я тоже очень не хочу вас отдавать. Ну, ну, чё я могу сделать? Печка ломается. Вы болеете. Сработать скоро уволят, походу. Нет, я вас не могу такой угрозе подвергать. Давайте, хотя бы, пока бензин есть, хоть довезу вас. Садитесь, садитесь. Извините, пожалуйста. Но я должен это сделать. Соня. Давай, милая моя. Давай, ничего. Найдётся нормальный для вас отец, который не будет так косячить. Дима. Дима, садись в машину. Дима. Дима, пожалуйста. Да, я тоже вас всех очень люблю. Нет, Дима. Я, блин, я всё делал для того, чтобы вы выжили. Чтобы выжили хорошо. А вот так вот жить, как бомжи, блин, сейчас живём, я позволить не могу. Реально, сейчас у вас два пути, если со мной будете оставаться. Либо сдохнуть на улице, либо реально стать бомжами. Поэтому всё. Соня. Давай, пока я всё ищу твой папа. Поэтому в машину. Поедешь, поедешь. Давай, садись. Все пристегнулись? Давайте, ребятки. В последний раз хоть нормально прокатимся. Давайте. Давайте сейчас только о хорошем, а, вспоминаем. Помните, да, как мы в поход ходили? Как Сонька, да, там, картошку постоянно любила. Вот в этом магазине. Помните, мы вам велосипеды купили. Они, конечно, все расплавились. Ох, было круто. А здесь, помните, я вам подарки покупал? Всё, что вы захотите. Школу у вас возил. Эх, прикольно было. А, вон там у вас, засранцев. Солкаш него испадил. Да, было время. Много хороших моментов было. Очень много. Как всё-таки. Как всё-таки жалко. Ничего, будет у вас нормальный папа, который не будет вас подводить, который не будет на вас орать. Всё будет хорошо. Всё будет замечательно. Всё, давайте, детишки. Вылазим. Вылазим. Давайте я вас доведу. Отдам в руки воспитательнице. Ой, снег пошёл. Сейчас, там обнимемся. Я, может, вам подарки буду присылать, если какие-то деньги будут. Вот там у вас снеговичок уже. Там весело, там хорошо. Пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. Здравствуйте. А вы меня помните? Помните, я полгода назад заезжал за детьми? Ну, мы там общались. Ну, вот, собственно, Костя. Давай, заходи сюда, Костя. Не получилось у меня. Я попал в тяжёлую ситуацию жизненную. Я больше не могу, да, их кинуть на себе. Я не хочу, чтобы они пострадали из-за того, что я такой безалаберный. Да, можно, пожалуйста, их вернуть? Соня, ну, прости, пожалуйста, милая, но я не могу иначе. Да, у нас дом сгорел. Дом сгорел, жить негде. Дети замерзают. Я не хочу, чтобы они из-за меня мучились. Ну, у вас же есть места, да? В смысле? Так это же дети. Вы же детские... Я же говорил, у нас тяжёлая ситуация, блин. Сгорел дом, ничего не осталось. Ну, понятно, как обычно. Сейчас. Вот. Так лучше? Теперь возьмёте? Ну всё, детишки, давайте. Давайте обнимемся в последний разок. Идите к папе. Идите ко мне. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё хорошо будет. Мы были хорошей семьёй. Я надеюсь, что вы станете ещё более дружными, ещё более крепкими. Помните, что семья, ребята, это не я. Семья — это вы. Всё. Пока, детишки. Соня. Соня. Оп, чё, у меня есть? Держи, держи. На всех. До свидания. До свидания. Капец, как будто, блин, ножом по сердцу. Так тяжело. Я устроюсь на работу получше. Ничего. Всё будет хорошо. Поехали. Сейчас разверну здесь. И поедем. Поедем восстанавливать наш дебильный дом. Ой, блин, ну куда вы на мороз выбежали? Идите в тепло. Мои, ну как вот их бросить? Ладно. Поехал я. Вот, отлично. Шикарно, блин. Ну ты, Миха, мастер. Вообще красава. Спасибо тебе огромное. Вроде крыша готова. Да, пожалуйста. Да. Рад был помочь. Вот это уже похоже на домик. Тут уже можно жить нормально. Блин, хоть не придется опять в машине ночевать. Вот и кроватка теперь есть. Шикарно. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну слушай. Я потом проставлюсь. Давай. Потом за мой счет. Упостишь меня как-нибудь в кафе? Всё, давай. Завтра на работе встретимся. Спасибо тебе огромное, дружище. Просто, блин. Если бы не ты, я бы не знаю. Я бы, наверное, сдох уже давно. Всё, давай. До завтра. Пока. Ой, хорошо, когда такие друзья есть. Просто офигенно. Ладно, завтра уже на работу рано. Я сейчас всё-таки на двух работах работаю, чтобы всё это дело вытягивать на прежний уровень. Но ничего. Ладно. Пора уже спать ложиться. Эх, конечно, одному, блин, так тоскливо. Что ли, опять на свидание пойти? Даже не знаю. Бред какой-то, если честно. Все эти свидания, блин. Вот дети, это прикольно было. А, всё, не вспоминай, блин. Уже проходили. Тоже мне папаша. Так. Чё за... Чё за шум? Зараза. Сосед, что ли, меня убить захотел? Ничего. Я вооружён. У меня топор есть. Ну-ка. Ой. Дети. Да блин, чё чё... Капец, да я обниму вас всех. Ё-моё, кого я обманываю? Вот кого мне не хватало. Идите сюда. Ой, мои сладкие, блин. А чё вы тут делаете? Чё вы тут делаете? Сбежали? Соня, не говори такое, блин. Ну вы даёте. Даже недельку не смогли там продержаться. Дети, простите, пожалуйста. Я, конечно, дал столбину. Но... Блин, если мы там-то, в таком огромном подвале не поместились, то... Нет, ну вы видите, да, какой маленький у меня домик? Можно отстроить, но... Знаете что? Нет, всё-таки всех я вас не рискну опять взять. Но... Но у меня есть одна идейка. Одна идейка. Как вы относитесь к дяде Миша? Ммм? А, хороший? Ну сейчас, да подождите здесь. Сейчас я кое-куда позвоню. Вы меня не осуждайте, пожалуйста, товарищи зрители. Но я реально так рисковать больше не могу. Ребёнка 3-4 я потяну, но 7... Не-не-не-не. Сейчас. Звоню. Алло, алло, Мих, это ты? Так... Да-да-да, я побегал. Дима, не послушивай. Что такое? Дима, у меня есть телефон, я уже купил. Слушай, Мих, такое дело... Блин, прикинь, я дверь открываю, а так дай, кого я вижу. Дети прибежали снова. Да прибежали, блин, с детдома, да. Серьёзно, что ли? Как они приедали в такое расстояние? Да ладно, слушай, ну... Блин, у меня уже рука не поднимется их обратно сдать, но... Я всех не потяну. Я понимаю, если ты откажешься, я понимаю. Мы всё-таки не братья. Ты хочешь мне предложить взять? А ты не будешь против? Да я с радостью! Да, честно? Серьёзно? Да конечно, честно, я всегда мечтал, чтобы у меня были свои дети. Блин, это очень круто. Супер, супер. Ну хорошо, тогда сейчас я скоро тебе перезвоню. Всё, давай. У тебя же там есть, да, жильё? Жильё есть? Ну, есть квартира, да. А сколько сможешь взять? Сколько? Ну, троих потянешь. Три-четыре, наверное. Всё, хорошо, всё, понял. Всё, отлично. Можешь съезти, пожалуйста, еды и купи. Ладно, они там голодные, у меня еды совсем мало. Хорошо, хорошо, всё, я мигом. Ага, всё, давай, пока. Пока. Дима, идём сюда. Так, детишки, давайте на выход. Только тепло... Да блин, опять тепло всё выпустили. Ааа, ну камон. В общем, это мера временная, временная. Но это лучше, чем обратно в детдом, я считаю. Короче, пока мы восстанавливаем тут дом, троим-четверым придётся пожить у дяди Миши. Нормально? Нет, дом соседа уже занят, оказывается. Ну, вы сами сказали, что Миша нормальный. Дядя Миша очень добрый, он умный и заботливый. Это временно я говорю, временно говорю уже. Кто хочет с дядей Мишей жить? Кто хочет с дядей Мишей жить? Никто? Не, ребят, ну так не пойдёт. Ладно, не хотите вы? Ну, придётся мне, конечно, но... Ничего, будем в гости ездить друг к другу, забирать там, на пикники ходить. Всё будет хорошо, главное, чтобы не в детдом. Будем одна семья. Сейчас, подождите, надо подумать. Стойте там, в дом зайдите. Там у меня шоколад есть в сундуке. Покушайте пока. Давайте покушайте. Ребята, в общем, вопрос очень серьёзный. Очень серьёзный вопрос. Мне нужна ваша помощь. Рекс, разумеется, остаётся со мной. Но вот насчёт остальных детей... Короче, давайте устроим голосование. Пишите в комментариях, голосуйте в вопросе. Как вы думаете, кого на ваш счёт нужно обязательно оставить? Ну, со мной. Со мной в этом маленьком домике. А кого можно, в принципе, пока что на время отдать дяде Мише. В общем, давайте. Я жду, что вы решите. А если вы хотите знать, что будет дальше, что же мы решим, то, пожалуйста, ждите следующей серии. Она будет, и она будет очень важной. Всё, с вами был Нюкем. Я теперь снова отец-одиночка. Ой, мне так весело. Хоть и сложно, но, блин, так весело. Даже не знаю почему. Вот оно в чём счастье оказывается. Всё, давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok